Лёс Матея Сарбевска В позднем середневеке и новом часе Вельми шмат молодець Великого князства Литовского Поезжало в Заходнюю Европу Это были не только дети магнатов Однако и дробных шляхтичев и навод мещанов Там яны спастигали навуки книжная Альбо удосконаливали свои веды Проходили военную практику Одным словом столели Як Франтишек Скарына, Микола Гусовский Николай Радзимил Чорный, Ян Кароль Хаткевич Лев Сапега и мнозство-мнозство инших И многие мужностью, альбов учоностью Здабывали себе славу Досягали поспехов на чужыне Али верталися служить родной земли Верталися и створали славную историю Своего господарства Одным из таких юнаков был и Матей Казимир Сарбьевский Народився он на Мазовщине в 1590-м годе Поздней скончил Виленскую езуитскую академию З малых годов Матей Казимир был закаханый у латинскую мову Писав вершина ёй Тому не дивно, что головными предметами молодого человека стали поэтыка и красамовство Поздней он стал фундаментально доследовать теорию поэзии И не в забаве Матей Казимир отрымав гонор выправиться у Рим Научаться у германской коллегии В вечном городе, принятый при дворы папы Урбана VIII, молодый поэт с головой окунулся у книги Спастягал теологию и выучал античные старожитности Працывал над науковым трактатом по красамовстве про жарт и достигность Писав эпиграмы, оды и гимны для костёлов Наступные три годы стали триумфальными для Матея Казимира Поэтичная досконалость принесла ему славу християнского гарации А таксама лавровый венок з рук самого папы Сдавалася, усё гадаюсь выдатны падмурак для далейшей працы у Рим Аля поэт уже вырашил вернуться на Радзиму у Реч Паспалитую Для Сарбевского ктикала Радзима И в Италии христианские гарации Некольки разов жорстко сбитый и обрабыванный На тагочасных, неспокойных европейских дорогах В 1626 году вернулся у Полоцак А где читал университетские курсы Поэтыки, риторики и античной мифологии С 1626 года Матей Казимир Сарбевский Выкладая у Полоцкой езуитской коллегии Ягонные фундаментальные курсы по теории поэзии и науце красамовства Становятся соправдными с добытками европейской науки и истории Прадасканалы у поэзию або Вергилий и Гамер Лекции по поэтыцы Баги язычников або философия природы И иншие мастацтвы и науки Якие змещаются у мифах паганской теологии Усе они заховалися переважно у рукописах До речи, Сарбевский, подкресливаючи высокий узровень выкладанья у Полоцким коллегиуме Завсюды называл яго академией Меналитов Полоцку Сарбевский написал свои трактаты Баги паганских народов и поэтыка Яким была наканывана европейская слава Празгод гэтыя курсы Сарбевский читая уже у Виленской академии Зявляючийся профессором теологии и философии Ён отрымливая запрашэння стать дэканам адповеднага факультета Паралельна у той же самый час Ён выкладая у неосвежским язувицким коллегиуме Але для участников Сарбевский был найперш выдатным поэтом Яго книга лирыка у першыню вышла у 1625 годзе И вытрымала при жуці автора еще пять перевыданьев В ней дорожайшом для себе Матей Казимир лечил антверпинское выдання Якое иллюстровав Питер Пауль Рубенс С 1635 года в свою педагогичную и науковую працу Матей Казимир Сарбевский получая забавязками проповедника и теолога Придворы короля Речи Посполитой у Владислава IV Такое же цё было недосподобы паэту Сабрам юн скарзився на зайдросников и карьеристов Что сочили навад за ягонай особистой перепиской Але король жадаў бачыц Сарбевскага при сабе Азволяй монарха спрачацца не просто Асоба гэтая чалавека не выявляецца Як бы такой завсёды стрыманай, заклапочанай Ён як бы ўешчас праслуховацца да сабе Што там яго ў душы выспявая Нікі верш цікавы, талиновиты Чи некая важная филасофская выснова Вот гэта для Сарбевскага было самым важным Што перад гэтым ўсім перад творчасцю Ласка нікага шпецкага владара Ён ведав рэчы важнейшая И был да лучаны да важнейших рэчаў Празмерная праца пауплывала на здоровя Матея Казимира Ён занядужыў і невзабаве, маючы толькі сорак пяць гадоў, памёр Хрыстіянскаму Гарацю пан Бог вызначыў лёс на десять гадоў меншы, Чым Гарацю старажыў нарымскаму Алея кіапошніму ласкава дараваў память сваўго народа І гонаровае месцца ў европейской гісторы Тарбевскі пісаў, чылавек хімбал свету, Бо утрымліваю ў сабе дасканалаць ўсяго існага Мне ўявляецца, што мінавіта гэтымі словамі Ён мог пачынаць свае лекцыі Перад студэнтамі і Полацкага калегіума, і Вилінскай акадэмі Дякую за перегляд!